хранились. Но сегодня мы будем представлять книгу «Революция от первого лица» Юрия Хельбека. И здесь будет идти речь о вещах, которые, наверное, каждому из нас, каждой из наших семей очень близка. Мы будем говорить о революции, мы будем говорить о личных дневниках, о личных письменных источниках. И я хочу сегодня представить наших спикеров. Это Ирина Дмитриевна Прохорова, главный редактор нового литературного обозрения. И под наше внимание на сцену входит Павел Семенович Лунгин, режиссер, сценарист и член Совета Фонда памяти. Павел Семенович, пожалуйста. Спасибо большое за аплодисменты и за такое требованное внимание и ожидание у нас. Но я от себя хочу буквально несколько вещей сказать. Дело в том, что вот эти удивительные книги, которые здесь представлены, которые находятся у нас в руках, мы, те люди, которые занимаются этой проблематикой, очень любим. Мы обмениваемся, смотрим на вот эти корешки, если видим на книжных полках вот эту серию, мы стараемся максимально купить себе, купить своим коллегам, друзьям. И даже обмениваемся между собой, если не успели какую-то книгу приобрести. Я за это хочу сказать отдельное спасибо вам, потому что зачастую вот эти книги дают возможность проанализировать и опыт нашей работы по изучению прошлого, по изучению сталинского времени, репрессий, по изучению людей и поведения человека в 20 веке. И для того, чтобы начать наш разговор, я передаю слово Эльдинькину. — Большое спасибо Московскому Дому книги и Музею бумаги за то, что они устроили такую замечательную презентацию книги и ее обсуждение. Действительно, вообще проблематикой большого террора и драмы советского существования вообще одной из центральных тем издательства нового литературного обозрения. У нас выходит много разных книг, связанных так с осмыслением прошлого. И особенно я хотела обратить внимание на книжки, которые написаны и составлены Йоханом Хелбеком. Это немецкий исследователь, который сейчас работает, преподает в Америке. Он много лет, и фактически главная цель его научных исследований — это как раз изучение дневников, записи личных документов людей советской эпохи и вообще 20 века. В данном случае он во многом исследует это и сравнивает это с личными документами, скажем, немцам. Особенно это связано, конечно, с историей войны, фашизма и так далее. И надо сказать, что важнейшие исследования его посвящены проблемам, как люди себя идентифицировали, как они выстраивали вот эту советскую идентичность. И его точка зрения, я, может быть, немножко огрублю, что с одной стороны, конечно, существовало насилие прямое, которое заставляло людей так или иначе, хочешь не хочешь, формировать эту самую идентичность, по крайней мере, внешне словесно. Но с другой стороны, он смотрит на это более глубоко. Он показывает, что как раз революция, которая была невероятным и культурным шоком и событием, тоже во многом заставила людей пытаться себя изменить. То есть не только террор, хотя он, да, понятное дело, что же против лома нет приема. И с другой стороны, утопические идеалы революции, с которыми очень с большим трудом люди расставались, заставляли их вступать в такой трагический разговор с самими соборами. То, что в книжке Йохан Хэмбек делает, он прочитал, нашел в архивах очень много личных дневников, которые люди вели, как ни странно, в 30-е годы. При том, что это было очень опасно, что ясно дело, что это были самые ценные документы, которые, значит, ГПУ радостно изымало и на этом основании чаще всего строили обвинительные акции. Тем не менее, люди продолжали вести дневники. При этом очень часто это были действительно дневники личные, где люди мучительно пытались совместить вещи плохо совместимые. Их идеала революция, вот эта идея рождения нового мира, это был очень мощный импульс. И эта революция, еще раз хочу вам сказать, это ведь не только октябрь 1917 года. Революционные процессы шли с 1905 года, когда были сформулированы основные лозунги революции. Идея равенства, братства, идея справедливости, идея нового мира, переобразования человека. Это были такие мощные утопические идеалы, которые разделяли российские люди с очень многими европейскими интеллектуалами. И вообще это было по ветре эпохи. И вот люди с этим таким мощным зарядом доживают до 30-х годов, и где они чувствуют, что как-то эти идеалы плохо с той реальностью, как они сталкиваются, значит, как бы согласуются, при этом отказаться от идеалов они не могут. И начинается такая тяжелая и мучительная работа, и это отражено в дневниках, где он очень анализирует их, много цитирует и перепубликует, вот как бы, да, попытка переделать себя. Потому что особенно, например, там, я не знаю, большевикам, убежденным, невозможно примириться с тем, что если арестовывают их близкого, там, я не знаю, мужа или жену или близких друзей по партии, с которыми они столько лет вместе сражались, невозможно принять идею, что они, в общем, абсолютно невинны, и что происходит, какая-то страшная деградация политической жизни. И в этих дневниках начинается разговор о том, что ну как же так, мы столько вместе прошли, а может быть, я и не знала этого человека, мы 17 лет вместе прожили, а значит, наверное, вот его замкнутость и угрюмость была связана с тем, что он что-то таил и так далее, и так далее. То есть начинается такой, в общем, я бы сказала, ауто да фе, который лично, да, и вот эта трагическая история переплетения собственных идеалов, страшной ситуации, попытка примирить одно с другим, вот это составляет драму эпохи и замечательный нерв этой книжки. Так что, как бы, с одной стороны, да, увеличивающиеся репрессии людей заставляют замыкаться, с другой стороны, они пытаются себя вписать в этот новый мир. Этот импульс в строительство нового общества был действительно очень силен. И, увы, так сказать, отменить это невозможно. И вот эта драма поколения, о котором, кстати, да, я считаю, что один из лучших режиссеров в этом смысле, господи, Алексей Герман, старший, да, который всю жизнь посвятил фактически попытке понять драму поколения уникальных людей, которые должны были бы быть титанами Возрождения, а, в общем, да, оказались, в общем, большей частью жертвами или чудовищами. И вот что произошло с этими людьми, которые наделены были таким, да, мощным импульсом самопожертвования, большим количеством, ну, позитивных, казалось бы, качеств, как это могло произойти? В общем, Хельбек во многом и пытается показать вот действительно трагедию поколенческую и такие сложные ситуации, последствия революции, контрреволюции. В общем, да, вот человек на повороте, который не просто не противостоит системе, как обычно кажется, да, а мучительно пытается найти, как-то согласовать свое внутреннее мирство, реальностью и как-то себя даже пытаться переделать. Вот-вот на этом трагическом развороте, собственно, книга и построена. Ирина Григорьевна, а какие дневники легли все-таки в основу этой книги? Что это за люди? А это, в общем, честные дневники здесь же все, да, здесь от каких-то партийных работников вполне высокого ранга, да, там, например, жена Пятницкого, известного революционера, до совсем простых рабочих, да, так сказать, вот, это не то, чтобы исключительно какой-то топ, да, это как раз важно то, что это совершенно разные социальные слои, да, которые попадают вот в эту систему услождающуюся и ухудшающуюся реальности, где они пытаются, значит, как-то промириться. Я хочу сказать сразу подметить, что вот Хельбек работает, и вот у нас вышла книжка «Сталинградская битва», им же составленная, опять же, на письмах и дневниках людей, которые, собственно, воевали в войне, особенно на Газкопитах, где он тоже показывает вот эту сложную систему эволюции общества, как, с одной стороны, идет подъем, с другой стороны, да, чудовищные реальные войны, как люди пытаются сохранить какую-то внутреннюю стержень, не распасться, как они, так сказать, да, строят свою, опять же, идентичность советскую, отчасти, так сказать, лозунгами, искренне, да, считая, что это правильно, с другой стороны, есть какой-то такой разрыв. В общем, короче говоря, он все время постоянно пытается понять, как советское общество формируется, как складывается вот эта новая идентичность, где внутренние противоречия и нестыковки, и как общество меняется, потому что, конечно, 30-е годы война, а потом после, послевоенное общество, это, конечно, довольно серьезные изменения внутри очень разных социальных групп. Иначе мы, кстати, никогда с вами не поймем, почему могла произойти оттепель в ситуации, да, но при этом, да, здесь он пытается показать более сложную картину, и, в конце концов, вопрос такой, что если бы все люди, как мы полагали, значит, только притворялись и, значит, писали там официально одно, а внутри другое, совершенно невозможно понять, как этот режим мог так долго существовать. Поэтому эта сложная система, с одной стороны, какое-то количество людей, конечно, смогло этому противостоять и высказать, но большая часть была вот в таком сложном положении, когда лозунги революции стали частью их идентичности, а и попытка эти лозунги вот примирить с тем, что плохо соответствовало равенству, братству, справедливости, свободному труду и так далее, и так далее, и так далее. Но хочу вам сказать, что если бы, например, такие книги, хотя это нереально, могли быть изданы, скажем, до 91-го года, честно говоря, лично я бы подумала, ну вот ладно, ну как это так вообще могло быть такое? Но вам честно скажу, как человек, переживший 91-й год на баррикадах, я понимаю эмоционально, как тяжело отречься от многих идеалов и формально.